12 марта 1934 года в Белом Зале Замка Томпиа на чрезвычайном заседании правительства государственный старейшина Константин Пятц объявил военное положение сроком на 6 месяцев. В этот момент рядом со старейшиной стоял, что было крайне непривычно для заседания правительства, офицер Йохан Лайденер, который этим же решением был объявлен главнокомандующим эстонской армии и ответственным за государственную оборону. Прибывавшие в неведении министры лишь удивленно переглядывались, но никто не задал ни одного вопроса. Началась эпоха молчания, продолжавшаяся с некоторыми послаблениями до 1938 года, до утраты Эстонии независимости. Тем же вечером и ночью на улице Таллина были выведены курсанты высшей военной школы в Тонди. Начались массовые аресты и чистка госаппарата, продолжавшиеся многие годы. Акция была направлена против союза участников освободительной войны. Они же ВАПСы и их сторонников. Кто это такие? Но слушайте, в 1930-е годы в Эстонской республике стало быстро расти влияние фашистского движения. Звались они коротко и понятно. Сначала Эсте Вабудесайласта Кесклид, Эстонской освободительной войны Центральный Союз. Потом Эсте Вабудесайласта Лид, Эстонской освободительной войны Просто Союз. А на самом излёте Вабудесайласта Рахвалик Кумене, освободительной войны движения участников. Сокращённо в народе их прозвали ВАПСы. От эстонского слова ВАПСИД – ветеран. Основано движение было в 1929 году. А освободительной войной Вабудесайласта – это вот это страшное слово – в Эстонии назвали конфликт 1918-1920 годов, когда эстонские националисты под руководством бывшего офицера Йохана Лайденера и Белогвардейский северный корпус, затем Северо-Западная армия генерала Николая Николаевича Юденича при поддержке Британии, финнов и много ещё кого, ввели боевые действия против Красной армии. Той командовали Иоаким Иоакимыч Вайцетис и Сергей Сергеевич Каменев. Война завершилась Тартусским мирным соглашением, в результате которого Эстония получила независимость. В основе Эсти Вабудесайласта Кесклита были бывшие и действующие военные, недовольные политикой правительства. Лидерами этой националистической организации были Андрес Ларка, генерал-майор в отставке, и Артур Сирк, младший лейтенант запаса. ВАПСы в целом заимствовали свою программу, лозунги и в своей диалоге ориентировались на другие военизированные ультраправые движения Европы, например, на немецких национал-социалистов, на итальянских и финских фашистов, а также на румынскую железную гвардию. Ветераны были главными сторонниками авторитаризма. Они выступали за ликвидацию всех политических, экономических и культурных прав национальных меньшинств, в первую очередь русских. Занимали строго антисоветские и антикоммунистические позиции и требовали радикальных изменений в политическом устройстве республики. В условиях усиливающегося экономического кризиса, который вел к обострению внутриполитической жизни, движение усилило свои позиции. В 1933 году предложенный вапсами проект новой конституции, вводивший авторитарный режим, был поддержан на референдуме 56% голосов. Движение одержало победу и на муниципальных выборах 1934 года. Но казалось бы, националисты вот-вот получат большинство в парламенте и пост государственного старейшины, то есть главы государства, которого в то время занимал Константин Пятц. Он и стал для них непреодолимым препятствием. Это кто такой, спросите вы меня? Ну, очень неоднозначный человек. Начнем сначала. В 1874 году в православной эстонско-русской семье, в Тахкуранне, Перновского уезда Лифлянской губернии, в семье эстонского землевладельца, якобы Пятца, и русской приемной дочери городоначальника города Валк, из рода Разумовских, Ольги Тумановой, родился мальчик. Имя дали ему Константин. Отец его благодаря упорной армейской службе получил личное дворянство и стал активным членом национального движения. Свои взгляды Якоб передал сыну. Будущий президент независимой Эстонии начал образование в православной церковно-приходской школе, затем окончил югофак Тартусского университета. Молодому правоведу пророчили академическую карьеру, но его все больше интересовала политика. В 1901 году Константин Яковлевич перебрался в Ревель, где устроился помощником адвоката. Там он свел знакомство с писателями Эдуардом Вильде и Антоном Хансеном Тамсаре. Будущие классики эстонской литературы собирались выпускать общественно-политическую газету, но никак не могли получить от Министерства внутренних дел лицензию, так как оба состояли на учете как члены социал-демократических кружков, то есть неблагонадежные граждане. Поэтому они предложили Константину роль зиц-президента в своем издании, и не ошиблись. Скромный православный юрист с безупречной репутацией не вызывал подозрения у властей. Костик оказался хорош в этой роли. Ему удалось убедить правоохранителей, что газета выпускается с благой целью объединить православных эстонцев и пропагандировать верность Российской империи. На самом же деле содержание статей сильно отличалось от заявленного. Правда, ратикализм газеты, которая звалась Театая, в переводе на русский вестник, очень умело маскировался и не бросался в глаза цензором. Вместо националистических памфлетов с призывами к борьбе, там публиковались, например, статьи о необходимости развития эстонской промышленности и сельского хозяйства. Кстати, впоследствии эстонское национальное движение будет ориентироваться именно на них в своих экономических теориях. Эстонское национальное движение, оно же традиционно известное как Аркемисеек, пробуждение период по-русски, это, если что, исторический, политический и культурный процесс осознания эстонцами себя как нации, имеющей право на самоопределение. Занятие публицистикой окончательно утвердили пятца в выборе призвания. Свой путь в политику он начал с муниципального уровня, что было непростой задачей, учитывая засилие астзейских немцев в местных органах власти. На эстонско-росского мальчика, как и на любых других аборигенов, те смотрели откровенно, как на папуаса. Тем не менее, в 1904 году юрист стал советником столичного ревельского муниципалитета, затем уже членом городского совета, а потом и заместителем мэра. Ревель это, если что, Таллин. Ревель немецкое название, Таллин эстонское. Эстонцы его так всегда называли, а Ревель был официальным до 1919 года, пока не переименовали. Однако это все были мелочи. Реальная политика началась для пятца в 1905 году, когда его газета опубликовала название Петербургского совета рабочих депутатов. Реакция власти была быстрой и жесткой. Редакцию разгромили, а молодого политика военно-полевой суд приговорил к смертной казни. Костику чудом удалось бежать. Сначала он отправился в Швейцарию, а затем в Финляндию, где, по слухам, это неподтвержденная информация, познакомился с Иосифом Виссарионовичем Сталином, приехавшим на очередной съезд РСДРП. Этот эпизод еще сыграет свою роль в судьбе эстонского президента. Забегая вперед, одна из медсестер, ухаживавших за пятцем в психиатрической лечебнице, вспоминала, что Сталина бывший президент не раз вспоминал добрым словом и благодарил за спасение его жизни после присоединения Эстонии к СССР. На родину Константин Яковлевич вернулся только в 1909, как раз под амнистию для политических преступников. А вскоре после начала Первой мировой его призвали в армию. Служба стала очередным трамплином в политической карьере. После февральской революции его избрали в солдатский совет эстлянской губернии, где он агитировал за создание национальных вооруженных формирований, при том весьма успешно. Популярность политика росла столь стремительно, что в феврале 1918 года его назначили премьер-министром Временного правительства Эстонии. И одним из первых решений Костика стала Декларация о независимости Первой Эстонской Республики. Произошло это 24 февраля. Именно в этот день, в 1918 году, Ревель покинули отряды Красной Гвардии. В условиях провала на переговорах в Брест-Литовске немцы решили надавить на большевиков и начали широкомасштабное наступление на Восточном фронте. Независимость, однако, длилась совсем недолго. Уже на следующий день в Ревель вошли немецкие войска и установили там оккупационный режим. Эстонские политические деятели, а также солдаты-офицеры, включая Константина, ушли в подполье. Началась Вобду Сайласты. Германия тогда образовала на территории Прибалтики Балтийское герцогство. Марионеточное государство, которое опиралось на оздейских немцев. Национальное меньшинство, обладавшее, тем не менее, значительными финансовыми ресурсами. Поражение Германии в Первой мировой войне поставило крест на планах по присоединению Прибалтики. 21 ноября, в связи со вступлением немцев, в Эстонии власть вновь получила Временное правительство. Молодое государство оказалось в весьма затруднительном положении. Административные аппараты вооруженной силы находились в зачаточном состоянии, в то время как с востока уже надвигались части Красной Армии. Кстати, рекомендую глянуть мой старый ролик про коммунистическую версию Эстонии. Сейчас я не буду подробно останавливаться на освободительной войне, потом это разберем. К осени 1919 года патриотический тыл, позволивший буквально за полгода до этого победить под стенами Ревеля, угас. Народ действительно устал от войны, которая шла уже без малого пять лет. Поэтому эстонские политики, во-первых, переименовали Ривельф Таллин, наконец-то официально закрепив это название, и сели в сентябре 1919 года за стол переговоров с большевиками, тем самым намекнув, что пора бы заканчивать войну. Окончательный мир был подписан 2 февраля 1920 года в Тарту. Именно эта дата считается концом освободительной войны. Объявив суверенитет, молодая страна приступила к строительству государственности по образцу парламентской республики. Работа шла тяжко, многочисленные партии не могли договориться, постоянно вгоняя страну в политические кризисы. За 14 лет в Эстонии сменилось 23 правительства. Но вечный кризис играл на руку талантливому политику Пятцу. В течение 20-х он дважды становился государственным старейшиной Эстонии, премьер-министром. В первый раз на 22 месяца, во второй на 8. В остальное время он занимал кресло депутата Риги Когу, Эстонского парламента, от консервативной фермерской партии, она же Аграрная партия, параллельно с этим став одним из капитанов бизнеса Молодой Республики. В то же время Костик вел тайную работу, суть которой раскрылась только в начале следующего века. В 2004 году эстонский политик Эльмерф Магнус выпустил книгу «Безмолвная капитуляция», о внешней политике стран Балтии в 1920-1940 годы, в которую вошли рассекреченные документы. Из них следовало, что Пятц получал жалование от советского посольства в размере 4 тысяч долларов. По тем временам это была огромная сумма, даже зарплата премьера была ниже. Работа Пятца состояла в том, чтобы передавать советскому руководству сведения о состоянии экономики и лоббировать нужные реформы. В то время Пятц как раз занимал пост главы Совета торгово-промышленной палаты и поспособствовал созданию нескольких советско-эстонских коммерческих предприятий, включая нефтяной синдикат и получение фирмой, связанной с Советским Союзом, концессии на строительство стратегически важной Наровской гидроэлектростанции. Казалось, Яковлевич нашел свое место, и смысла возвращаться в большую политику у него не было. Однако Великая Депрессия ввергла Эстонию в затяжной политический кризис, и многие видели в православном эстонце фигуру, способную объединить разрозненные силы. Все-таки он стал первым главой первого эстонского правительства и человеком, объединившим новую веху в истории страны. Так что в 1931 году он снова становится премьер-министром. Надежды сторонников Пятца оправдались лишь отчасти. Он действительно сумел объединить консерваторов и социал-демократов, не переносивших друг друга на дух. Но новому правительству не удалось решить экономических проблем республики. И коалиция распалась. В эстонском обществе все громче звучали мнения о необходимости крепкой руки и сильной власти. А теперь вспоминаем начало ролика. На фоне этих событий и стала стремительно набирать популярность Лига ветеранов освободительной войны. В октябре 1933 года они утвердили на референдуме новую конституцию. Таким образом, из парламентской республики Эстония превращалась в президентскую. Выборы нового правительства и парламента назначили на весну 1934 года. И вапсы имели все шансы захватить полную власть в стране. Советское посольство, сложившееся в Эстонии политическая ситуация, очень обеспокоило. В Народном комиссариате иностранных дел НКИД приход ко власти вапсов расценивали как крайне нежелательный из-за их ориентации на Германию и Италию. Было решено сделать ставку на вроде своего человека, Костика. Депмиссия начала распространять информацию о том, что в случае избрания пятца президентом, Эстония получит новые торговые контракты с Советской Россией. В республику придут советские инвестиции. Уже после распада СССР в архивах нашлись такие документы, свидетельствующие об активном участии пятца в национально-освободительном движении, что выставляло его в выгодном свете перед остальными кандидатами, начавшими свою политическую карьеру уже в независимой Эстонии. Переговоры с НКИД также вел министр иностранных дел Эстонии Юлиус Сельяма, который убеждал советскую сторону, что в случае победы пятца внешнеполитическая ориентация Эстонии не изменится и республика будет настроена на сотрудничество с восточным соседом, а планы политических и экономических союзов с другими странами Прибалтики уйдут в прошлое. Спойлер, так и произошло, но как бы там ни было, гражданам Эстонии не пришлось сталкиваться с возможными последствиями ввода Конституции ВАПСов. Пятц опасался того, что популярность ветеранов не позволит ему выиграть предстоящие выборы и решил при поддержке своей партии аграриев, социалистов и русской партии совершить переворот. Он произошел, как вы помните из начала ролика, 12 марта 1934 года при поддержке трех кадетских род итальянской политической полиции, выведшей пятца в единоличные правители всея Эстонии. И в первую очередь новый правитель начал борьбу с политическими противниками, обвинив их в попытке построить диктатуру. Три дня спустя Константин объявил госсобранию, что вынужден пойти на этот шаг, чтобы спасти страну от тех, кто стремится подорвать основы государства и готовит вооруженный захват власти. Он утверждал, «Эти люди, участники освободительной войны, допустили в свое движение разную шваль». Депутатам заявил, что не установил он диктатуру сейчас, ее установил бы кто-нибудь другой. Но Костик, в отличие от этих других, чувствует ответственность пред эстонским народам и не собирается рушить основы государственности. Дальнейшее управление страной премьер взял под свою ответственность. Полномочия Риги Гогу, парламента, сначала были продлены, а в октябре 1934 года он был распущен. Сложно сказать, что именно подтолкнул опятца к перевороту, патриотизм или исключительно личные цели. В первые дни после путча он много молвил о том, что за приходом ко власти вапсов неизбежно последовало бы советское вторжение, поскольку его старый знакомый Иосиф Виссарионович не допустил бы прогермански настроенного режима у своих границ. Хотя это немножечко странновато, Москва не предпринимала никаких действий против прогерманских правительств Карлиса Олманиса в Латвии и Антонаса Сметоны в Литве. Пятц вынужден был принять суровые меры. Вапсы, говорил он, зашли слишком далеко. Они взбаламутили народ, и теперь народ нужно обуздать. Народ болен, и мы должны выявить симптомы болезни, чтобы вылечить его. Для Европы, которая склонялась к авторитарности, случай, когда глава государства объявил народ больным, уникален. Другие европейские диктаторы так далеко не заходили. Далее Пятц, нарушая Конституцию, лишил Госсобрание законодательной власти, заменив ее единоличными декретами. Даже госбюджет утверждался его декретом. Указом Йохана Лайденера была введена цензура, запрет на критику правительства и госучреждений. Под запретом оказалась деятельность партии и иных политических объединений и союзов. Для того, чтобы повлиять на общественное мнение, декретом Константина Яковлевича была создана служба пропаганды. Другой декрет вводил в силу закон о задержании лиц, угрожающих государственному строю и общественной безопасности. В Эстонии, по сути, установился триумвират. Он состоял из самого Константина Пятца, старейшины, главнокомандующего армии Йохана Лайденера, и министра внутренних дел Карила Энпалу. Против вапсов и коммунистов провели показательные судебные процессы. Доказать подготовку каких-либо вооруженных выступлений новой власти не смогли, что не помешало им приговорить более сотни человек к длительным срокам тюремного заключения. Артур Сирк, лидер вапсов, бежал в Люксембург, где вскоре шагнул в окно. Государственная пресса сообщала о том, как весь эстонский народ в едином порыве осуждает врагов республики, благодарит Пятца и требует решительных мер в отношении антигосударственного элемента. Вскоре помимо Риги Когу молчать заставили партии, прессу и интеллигенцию. Были ограничены права самоуправлений, правсоюзов, церквей и институтов. Продолжая действовать как автократ, Пятц решил, что нужно создать новое движение, в условиях, когда политическая деятельность была запрещена, на которое могло бы опираться правительство. 22 февраля 1935 года был создан ИСМОЛИД, Союз Отечества, который был бы всегда связан с правящей властью. 26 июля 1935 года Пятц нитрализовал давнего конкурента и критика, Яана Теннисона. Приказом министра внутренних дел был наложен запрет на деятельность газеты Постмейс, главным редактором которой был Теннисон. Поводом послужила деятельность Постмейс, противоречащая неписанным правилам журналистики, а также скверное финансовое положение газеты. От честного, неизгибаемого, демократического западного оппозиционера попросту избавились. Дело его жизни было уничтожено, а имущество конфисковано. Циркуляры Министерства внутренних дел, подписанные Эн Паулу, предписывали полиции на местах не допускать к голосованию неблагонадежных личностей. На этом Костя не остановился и сдал декрет о проведении всенародного голосования, чтобы созвать национальное собрание, которое выработает новую конституцию. Когда встал вопрос о вступлении в силу недемократической конституции, предполагалось, что решение об этом должен принять на референдуме народ. Пятс заявил, что ломать комедию с народом не к чему, и сдал декрет о ее вступлении в силу с 1 января 1938 года. Когда после пятилетнего молчания новый двухпалатный парламент принял к рассмотрению первый законопроект о рыболовстве, юрист и дипломат Анс Пип, в связи с этим язвительно напомнил, что в 1906 году царь милостливо разрешил Думе обсудить закон о прачечной императорского Тартусского университета. При полной всенародной поддержке была принята новая конституция, еще больше укрепившая власть президента. Затем режим пятца взялся за уничтожение Риги Кугу, превращая его в беспомощное чучело. В половине округов парламентские выборы вообще не провели. Там просто не допустили никаких оппозиционных кандидатов и сразу отдали победу представителям президентского союза Отечества. А еще 10 депутатов назначил сам Костик. Оппозиции удалось протащить в парламент только 16 депутатов из 80. Так что к президентским выборам 1938 года у пятца не осталось препятствий к тому, чтобы занять пост руководителя страны. Его правительство, кстати, в то время начало активную политику по эстонизации топонимов и имен. Причем на государственной службе для людей, отказавшихся от эстонизации фамилий, была установлена вполне официальная дискриминация. И так как Костик был все-таки из эстонско-русской семьи, под каток национализации попадали преимущественно немцы, евреи и эстонцы с немецкими фамилиями. А русское население к смене и корректировке имен и фамилий не принуждали. Примерами для создания нового духа пятцу служили корпоративный государственный строй и методы руководства Бенита Амилькера и Андреа Муссолини. Вместе с верным соратником Карелом Энпалу, которого, кстати, при рождении звали Карл Эйнбунд, он осуществлял на практике управляемую демократию. Опьяненный властью Костик зашел так далеко, что в радиосообщении 1 марта 1936 года возмолвил «Говорят, что я плохой человек» и прочее. «А вы должны согласиться со мной! Я не могу оставить свой пост! Заменить меня некем!» По примеру, Италии в 1938 году безработных начали сгонять в трудовые лагеря на срок от полутора года до трех лет, где для них были установлены телесные наказания и 12-часовой рабочий день за довольно-таки плохую оплату. Тем не менее, долго наслаждаться абсолютной властью Константину Яковлевичу не пришлось. 28 сентября 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны, Таллин и Москва подписали договор о взаимопомощи, согласно которому уже в 1940 году на территории Эстонии появились советские военные базы с гарнизонами в 25 тысяч военнослужащих. Весной 1940 года президент внес в избирательное законодательство ряд изменений, которые позволили эстонским коммунистам выиграть безальтернативные парламентские выборы. Так закончилась эра молчания, и начался период истории Эстонии, который сейчас принято в Прибалтике называть «советской оккупацией». Когда советское руководство потребовало назначить новое правительство с участием коммунистов, Пятс не сопротивлялся, не публиковал воззваний ни к народу, ни к правительствам других стран. Поведение президента в последний год независимости Первой Эстонской Республики до сих пор остается главным камнем преткновения в дискуссиях о его личности. Да, в случае открытого вооруженного конфликта с Советским Союзом Эстония не могла рассчитывать на победу от слова совсем. Однако Пятс не пытался выйти из-под советского давления и с помощью дипломатических способов обратиться за помощью к Финлянтии, другим балтийским странам, да кто же Германии. Сдача Эстонии скорее была сознательным решением и Константина, и Йохана. Советский разведчик Павел Анатольевич Судоплатов в своих воспоминаниях упоминал о том, что и на посту президента Пятс оставался под влиянием советской агентуры, и именно работа с представителями эстонской элиты позволила бескровно занять республику в 1940 году. Видимо, Яковлевич понимал, что гитлеровская Германия не сможет жить по соседству с другой мощной державой, и война с СССР неизбежна. Очевидно, понимал он и то, что маленькой Эстонии не удастся увернуться от участия в этой схватке. Следовательно, его дни как правителя сочтены, и президент Молодой Республики посчитал, что в такой ситуации выгоднее держать все-таки сторону СССР. После прихода ко власти в Эстонии коммунистов во главе с Йоханнесом Барбарусом, Пятс еще несколько месяцев оставался формальным главой государства и заверял своей подписью все указы и постановления нового правительства. 29 июня 1940 года Пятс отправили под домашний арест, а примерно через месяц выслали в Уфу. Некоторые исследователи считают, что гарантии сохранения жизни ему дал лично Иосиф Сталин. Однако в итоге судьба эстонского диктатора оказалась незавидной. После немецкого вторжения в СССР Пятса начали вводить на допросы. В лагерь не сослали, но отправили на принудительное психиатрическое лечение в Бурашево под Калинином. Впрочем, условия его содержания были более чем приемлемые, да и сам он совсем не буянил. А его диагноз, кстати, и гласил «говорит, что является президентом Эстонии». Умер в 1956 году. Безусловно, сегодня Константин Яковлевич Пятс является героем национального мифа Эстонии. Его рисуют уникальным националистом без страха и упрека. Только вот эстонские историки упорно закрывают глаза на то, что правление первого президента независимой первой эстонской республики не вписывается в концепцию ныне абсолютно демократической второй эстонской республики. Мол, Эстонию уничтожили в ходе советской оккупации. А сотрудничество Пятса с советами, очевидные его русофильские и антинемецкие настроения, совсем не вписываются в образ национального героя. Сейчас Пятсу ставят памятники. В его честь открывают музеи и разбивают мемориальные парки. В годы перестройки его имя стало настоящим символом независимости. В народе первого президента даже называют Святым Константином. Последние несколько лет, однако, звучит и критика, связанная преимущественно с полным безмолвием самого президента Пятса при подписании советско-эстонских договоров, покончивших с Первой Республикой. Но для мифологического сознания это не проблема. Да, настолько заставил всех замолчать, что под конец замолчал и сам. Такие дела, господа. На бусте ролики выходят на месяц раньше, поддерживайте меня там. Ссылка на него в описании. И на соцсети там тоже есть ссылка. Огромной вам удачи и пока.